Всем привет, друзья! Вы на канале Sentinel Astra, и мы продолжаем проходить метро 2033 Redux. В предыдущей серии мы остановились на том, что дошли с нашим напарником Бурбоном до проспекта Мира, до рынка. Нас встретили какие-то вооруженные люди, но тем не менее помогли нам отбиться от полчища упырей. И мы остались живы. Каким-то чудом. Так. Собственно, вот эти ребята. А может быть не надо нас обыскивать? Ну я же говорю, Бурбона здесь все знают. А вы присматривайте за этим. Не похоже, что это его друзья. Судя по разговору, он им когда-то изрядно чем-то насолил. В смысле? В смысле не двигайся? Стоять! Я с тобой разговариваю! Стою, стою. А можно мне заметку почитать? Просто заметочку. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Эй, не, не, не. Так, заметочка. Почитаем. Почитаем. Своё богатство торговлей со всеми остальными государствами и вольными станциями больше всего ценят прибыль. Бурбон, думаю, подводил их в прошлом. Но теперь пообещал расплатиться с процентами. Только вот про них, как говорят, лучше быть в долгу у чёрта, чем у ганца. Не знаю, как Бурбон от них откупится. Интересно, сколько он им задолжал? И что задолжал? Так, ну, пойдём. Пойдём, пойдём. Да, я заметил. Дерьмо разгребать? А, может, не надо? На Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров к противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перед руку и с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай. Минут пять у тебя, в общем, есть. Окей. Я пока смотрю здесь немного. Да ничего. Так, просто поздно. О, сейф. Патрошики. Фонарик здесь не работает, да? Жаль. Вот ещё патрончики вижу. И ещё патрончики. Ух ты. Пусто. Патрончики. Ну, надо найти ещё ключик бы желательно от того сейфа. Да не было. И решили, что разведчики, наверное, ваши. Привет! Это ты мне? Привет! Здравствуйте. Хотите выговориться? Давайте. Я пока помолчу. Станция метро проспект мира. А, да нет. У тебя всё в порядке. Да-да, всё нормально. А через неделю ещё одна разметка будет пропад. Так, здесь ничего больше нету, да? Ну ладно. Так. О, вижу ключик. Станция метро проспект мира. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом приударился. Так, сейф у нас в вагоне. Это я запомнил. 24 патрона. Ну, нормально. Так. Не очень хорошо видно. Приблизить, к сожалению, никак. Так, где эта станция, где мы находимся-то? А, вижу проспект мира. Вот, желтая ветка. Так. О, как раз к Сухаревской мы выйдем. Следующая станция, это получается. Нигде здесь патрона больше не заныкано? Нигде здесь патрона больше не заныка. Так, что мы подстроили для электричества. И довольно долго так счастливо жили вокруг этого танка. Я с ними года два. Чуть не каждый месяц... Значит, станции... Командир сейчас занят. Подойди позже. Хорошо. Позже так позже. Может быть, подойду. Ага. Ну, валяется, конечно, мало. По одному патрону так. Ну, с миру по нитке. Смирная. Мама или папа. О, привет. А, ты же... Да, здесь с кем-то добазариваешься. Можно? Нальете? Для сугреву. Мне налить, а не себе. То есть, нормальный такой. Сначала сам отхлебнул. Так, понятно. Бармен закончил смену досрочно. Что это за пойло? Ох. Ой. Ой, как повело. Ужас. Фу. Вот это меня штырит-то нормально. Ох, как забирает, а. Жесть. Ну, короче, это Москва. Вроде охлебался. Ну, хоть отходит быстро. Палывайка. Действительно рынок. Ну, тут шмотки какие-то всякие, а оружие есть и что-нибудь такое? А я у мамы попрошу спутер-сказы и грибанку. Бери, не пожалеешь. Это о трех охотниках, которые отправились на станцию Бурюжаевскую. Да или после того, как она сгинула? Ну, после, конечно. Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию никто не нападал. Это хозяин туннеля приказал жителям станции. Да мне вообще ничего не надо. Ух ты, круто как! Что-то дядя какие-то страшные вещи рассказывает. Зачем это? Я и там уже все знаю. Давай, что-то подорожало. Да, все подорожало. Все везде дорожает. Особенно в наше-то время. Сырую крысу? Нет, слушай, такого не имею. Такого не таскаю с собой. Вот патрончик, да, могу. Ты-то хоть не плюнешь меня, как те товарищи? Я нормальный вроде дядька. Мой двоюродный брат рассказывал, что если дети убегают от родителей, их находят мутанты. И эти мутанты едят у детей мозги. И дети тоже становятся мутантами. Ну, типа ты видишь своего друга, идешь к нему здороваться, а он раз, р-р-р-р, и жрет твой мозг. Круто, да? Да, круто. Да, это, походу, вот этот дядька все рассказывает, такие ужасы. Все подорожало, все подорожало, да. Так, пульки. Так, гляньте, что у нас такое. А, револьвера у нас вообще нету. Может быть слить? Продать от него патроны? Или не стоит? У меня его все равно сейчас нету. Так, продать как... Ага, вот так. Ага. Безвенор. Сталкеры говорят, в каком случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда мы плавим за на вид. Но этого, в принципе, хватает. О, еще заметка. Так, заметка 2. Я так понимаю, это последняя на... На этой локации, на этой станции. Так, фильтры, фильтры, фильтры. У сталкеров только и разговоров, что о фильтрах. Что вот, мол, сейчас уже не то, что новых не найдешь, а нормально восстановленных. И что уголь, сволочи, набивщики экономят. Так что не успеваешь фильтр на противогаз накрутить, как уж за новым надо в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкеры о фильтрах не говорили, дорожат ими больше, чем патронами. Это понятно. Минуты... Мутанты на поверхности могут и вовсе не встретиться. А вот отравленного воздуха там деваться некуда. Там что-то еще мигает? Да ладно. Еще одна, что ли, заметка? Нормальная такая дрезина. Оружие, наркотики, проститутки, поддельные документы. Нет, спасибо. О, стволы. Так, у нас 323 пульки. Обмен. Ммм, можно поменять. И совсем немного осталось. Так, если поменять на убойник... За 39 патронов всего? То есть доплатить? Нормально. Меняем. Отлично. Затюним его еще, может быть. Так, удлиненный ствол значительно повышает действенность огня дробовиков на средних и дальних дистанциях за счет увеличения кучности боя. Это что? Так, нет. Глушитель, пожалуй, не надо. Да, дороговато. 67 патронов аж. Так, это что? ЛЦУ. Двоенный лазерный прицел облегчает и ускоряет прицеливание на ближних дистанциях, позволяя с легкостью вести прицельный огонь от бедра. Это, я думаю, нам не надо. Коллиматорный прицел. Не знаю, может быть, вот это поставит. Линеный ствол. Ладно, пусть будет. Гулять-то гулять. Все, поставил. Отлично. Так, обмен. На что его можно поменять? Ясно. Наверное, не буду я пока тюнить автомат. Ладно, пусть останется пока как есть. Гранаты. Видел бы ты его в действии. Пщи разносит. Верю, верю. И все. До пяти. Хорошо. Так, ну. Кранат, в принципе, их хватает. Мы из рельсов делаем. По нему можно поездом ездить. Ух ты. Шикарные ножи. Маркетинг, маркетинг. Так, пять аптечек. А, фильтры, да. Вот фильтров надо купить обязательно. Просто обязательно. Ну, не знаю, на сколько брать. Ого, цена. Так, хватит, хватит. В смысле, руку. Ну, держи пять. Так, фильтры я купил. Все, нигде больше патронов не завалялось. Мам, а, мам, купи мне крыску. Заткнись, Катька. Мы на этой неделе уже ели мясо. Ну, пожалуйста, мам. Я только поиграю и отпущу ее. Медведем своим играй. Хватит жратву транжирить. Блин, жратва вполне милая такая. Как ее можно жрать? Вы че? Не, ну, конечно, да. Да, в такой ситуации, наверное, сожрешь что угодно. Как приспичит. Тут же военное положение, типа, уже лет двадцать как. Вот это правильно. Еще не хватало дурью здесь маяться. Так, вот здесь у нас бурбон сидел. И куда он подевался? Вот с этим чувачком он говорил. Так, барман там отдыхает. Ясно. Что? Яд? Смешная шутка. Да, конечно, есть. Да, фильтры взяли. Все нормально. Так, вроде все облутали. Ну, да, вот тут вагон. Что если дети убегают от родителей, не находят мутанты. Эти мутанты идут детей. Люди, если вы ждете, я уже мехи запошли. Слышите меня, Тоник. Это Москва. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Я оттуда, я так понимаю, да? С нас хотели еще бабла стрясти, да? Мы уходим со станции. О! Можно взять? А, ну ладно. У меня такой же точно. Спасибо. А че? А, это наверх? Ну пока, мужики. Опа. Так, валим, валим, валим. Пошли, пацанчик. Все, пока. Хе-хе-хе. Ох. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Заряжаем. Так. А противогаз? Счастливые? Ну-ну. А, это твой калашик. Чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Угу. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. Что это? И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с патронами. Креветка какая-то. Так, че тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Блин, какие они стрёмные эти. Че это такое вообще? Они не опасны? Че-то проверять не хочется. О, кого-то доедают. Ключик. Ключик значит, да. Где-то должен быть здесь сейф. Где-то рядом. Пока ничего не вижу. Так, там я проверил, да? Здесь закрыто. Так, оттуда мы вышли. Опа! Опаньки! Растяжечка. Ммм. Вот зараза. Откуда ты выскочила? Ты где? Да ну тебя. Ты это, не вздумай. Только вернуться сюда. О. На, хорошо, что хоть эти ниточки видно. А вот и схрончик. Портвишочек. Сейфик. Так, это не берётся. А, да, у меня максимум. Зажигательный гранат. Заметка. О, три их тут должно быть. Так, заметка один. Мёртвый город. С того самого дня, как я оказался в метро, я мечтал снова подняться на поверхность. Снова увидеть тот волшебный, огромный город из моих снов. Светлый, живой город из моих детских воспоминаний. Но то, что я увидел наверху, призрак. Кошмар. Я не узнал его. Не могу больше представить себе, как я тут жил раньше. Как мы жили тут с моей мамой. Как были счастливы. Ничего не помню. Даже её лица. А ведь я так надеялся, что поднимусь на поверхность. Её лицо. Её улыбка. Хотя на миг промелькнут передо мной. Нет. Я тут совсем один. И у меня нет другого дома, кроме метро. Это очень трагично. Конечно, очень-очень трагично. История у главного героя на самом деле очень такая драматичная. Так. А. Сколько у нас там осталось воздуха? Так. На минуту сорок. Так. Лучше поспешать. Фильтры не резиновые. Я уже слышу, да, как задыхается Артём. Начинает задыхаться. Фильтры уже того. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Сейчас панелик подзарядим. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведёт к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Ну, когда базарились. Что? Пацан, начкусь! О! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Да, на самом начале игры мы видели таких. Они на нас ещё напали. Непонятно, правда, чем там всё кончилось. Скорее всего, это уже в самом конце. Мы узнаем. Так, не забываем о фильтрах. Фильтры не казённые. Добро пожаловать домой, Артём. Домой. Давай, прыгай! Я тебя поймаю! Ну, давай, лови. Держи! Не прёт тебе? Вообще-то туда навернулся я, а не ты. Ну, ещё обрызгала. Придётся тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь, здание с воротами. У него во дворе вход в шахты. Тебе туда. Я тебя буду ждать в здании. Там есть у предпозиция ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь жёлтый цвет. Где? Где? Зараза! Вот сволочь, а! Ты смотри... Так, лучше уйти с открытого места. Я понял. Понял, понял, понял. Понял, понял. Пока нас не завалили. Здесь он меня не достанет, надеюсь. Вот так и кружит, а. Здоровье он мне снял нормально. И противогаз того. Так, ну нафиг. Сюда, надеюсь, он не сунется. Так, что тут у нас? Так, аптечка. Да, наверное, подлечимся. И... Подберём вот эту аптечку. Там она что? О! Ой, здесь радиация, радиация, радиация. Очень сильный фон. Валим. Так, тихонько, тихонько. Он меня не видит. Можно стихаря снять? Все, ушел куда-то. Ну и куда ты собрался? Ладно, иди. Блин, здесь так... Так стрёмно. Не пойму. Вроде как есть звуки. Но тут какая-то атмосфера такая вообще. Очень-очень напряжённая. Очень. Сменим фильтр. Так, а вот и сейф. Ещё разок подлечимся. Радиопротектором. Я вообще никак не пойму, эти... Эти твари реагируют на свет моего фонарика или нет? О, патрошек. Что-то проверять не хочется. Так, дверь какая-то закрыта. Так, куда нам? Здесь не пройдёшь. Очевидно. Кого? Опять глюны. Но только этого сейчас не хватало. Так, патроны для дробовика. Это... Это какие-то... Не пойму. То ли флэшбэки у Артёма... Из каких-то воспоминаний детских или... Либо это что-то пострашнее. Как будто как фантомы прошлого какие-то. Как будто места показывают своё прошлое сами. Так, сюда. Ничего нету. Это чё такое было? Что это нафиг было? Можно я обратно пойду в метро спущусь, а? Это... Там... Там... Там, я не знаю. Там кто-то стоял. Кто-то или что-то. И оно смотрело на меня. И просто растворилось в воздухе. Я не знаю. Может быть, меня приглючило. Так. А, вниз. Стрелочка показывает вниз. Пойдём вниз. Кто-то шипит. О! Тихарь. Тихарь с... Прицелом. Коллиматорным. Ну, для ближней-средней дистанции нормально. Подкачаем. О! Нифига себе! Уже стоят. Ждут. Можно как-то... По стелсу пройти? Я не хочу привлекать их внимание. Всё, разорвут же. Да вашу ж мать, а! Вовремя. Наверное, придётся... Нет. Я мимо этого, я точно не пройду. Никто не слышал, ничего. А чё, тихарь, хорошая вещь. Так, я буду держать, на всякий случай, дробовик под рукой. Потому что, если кто-то всё-таки меня запалит... Как, например, вон, все ребята. Тихарём можно не отбиться. Им снимать хорошо, бесшумно. А вот... Отбиваться от толп монстров явно не пойдёт. Будет неэффективно. Так, туда мы спускались. И ещё какой-то проход. О, патроны. Отлично. Нигде больше нет? Так, жмур какой-то. Яс. О, ещё один стоит. Получится ли его снять отсюда? Если что, заныкаться где-нибудь надо будет. Где-нибудь вот здесь вот. О, ещё жмур. А тут и аптечка. Я попробую его снять. А если что, наверх туда. А их тут двое. Меня услышали, да? Услышали. Сейчас набегут. Так, перезарядка. Перезарядочка. Да сколько у вас там? Ну, где вы? Я знаю, что вы где-то здесь. Где вы водите? Здравствуйте. До свидания. Слышу ещё кого-то. Ну, давай-давай-давай. Ого. Нормально так. Так, что у нас с временем? Фильтры, фильтры, фильтры. Так. Ух ты. Стрелы какие-то. Ой. Извините. Да ладно, хорош уже. Вот это... Пипец. Он один здесь был? Надеюсь. Это вот этот тебя уработал, да? Вот зараза. Вот так ему. Я отомстил за тебя, чувак. Так, куда нам... Куда нам однако идти-то? Добраться до полиса. Отыскать сталкера по прозвищу Мельник. Объяснить ситуацию на ВДНХ. Мёртвый город. Отыскать Бурбона. То есть это... Ну, это приоритетная задача. Сначала, да, надо найти нашего напарника. М-м-м-м. Так, и так. Так, уже голоса какие-то пошли. Всё, отчётливее, отчётливее. Так. Стрельбакет. Это Бурбона, наверное, шалит. Ещё патроны. А, здесь кто-то недавно был. Чайник. На огне. Всё, больше ничего нет. Так, что у нас по заметкам? По заметкам. Ещё две должно быть. Здесь ничего нет. Обычно они в тайниках, каких-то в схронах сталкерских там. Я понял. Ой, чё такое? Ого. Так, это похоже, чёрный был. Тот упырь меня не запалил. Такое ощущение, как будто он просто всё-таки заметил меня и обошёл. Спрятался. Главное, чтобы со спины никто не напал. Спину бережём. Так, здесь ничего. Ну, куда ты делся? Так, здесь радиация у нас. А, вот ещё. Так. Здесь пусто. Ладно, пойдём дальше. Очередные фантомы. Так, слышу. Слышу, кто-то. Кто-то есть рядом. Кто-то там рычит. О, ещё один схрон. Замечательно. О, паньки. Вижу. Блин, надо было, наверное, на автомат накрутить глушитель. Ну что, Тихари, он какой-то, ну... Он неубойный. Вообще неубойный. Ох. Ну что ж, рискнём обойти их тогда. Может, они или свалят? Нет, походу, они не свалят. Эти не услышали? Замечательно. Так. О, ещё один. Слушай, хотя, в принципе... Если попадаешь в голову, то сразу же. Момент амора. Главное, прицельно стрелять. Не промахиваться. Так, нету больше тут этих... Гавриков. Надеюсь, нету. Так, что тут? Да, тут схроны могут быть где угодно. О. Ещё патроны. Выберусь я теперь отсюда. Да, выберусь. Нормально. Так, туда я, пожалуй, спускаться не буду. Здесь можно пройти. А ещё труп? Так дальше нам не пройти будет. Возвращаемся назад. Туда мы не пройдём. Не долетел, что ли? Да. Так, что у нас с фильтром? Две минуты. Две минуты. Судя по стрелке, нам куда-то прямо туда. Так, тут у нас что? Точно какой-то схрон будет ещё очередной. Обязательно. Я уже чую. Так. Ух, тут стрелы. Всё? Больше ничего нет? Да, похоже, ничего. Я обратно поднимусь здесь. Ай, да знаю я, да, что фильтр надо менять уже. Знаю, знаю. Так, это ещё чё? Вот это прикол. А, это флэшбэк очередной. Тени своей испугался. Так, а фонарик что-то у нас не работает. Какая-то аномальная зона прямо. Явно. О, ещё записочка. Так, заметка 2. Странно подумать, что когда-то человек был единственным хозяином этого мира. Теперь у него совсем другие, новые хозяева. А нас осталась жалкая горстка, и мы вынуждены прятаться, забившись как крысы, как тараканы, в щели под землю. Поля выжжены и больше никогда не принесут урожая. Леса стоят высохшие, чёрные. Реки как мёртвая, остылая кровь. Воздух отравлен и может убить человека всего за несколько минут. Наши города разрушены и захвачены чудовищами. Мы сделали всё, чтобы больше никогда не вернуться наверх. Всё, на что мы способны теперь, это мародёрство. Торопливо, суетливо, поваровски. Обшаривать развалины домов, которые когда-то были нашими, и тащить всё, что не утащили за предыдущие 20 лет. В свою нору, в метро. Да, жизнь, конечно, не сахар. Кораблик какой-то. Что за звуки? Как будто на клуках кто-то ходит. Ну, это явно, да, это чудица. На каблуках тут уже, скорее всего, уже лет 20, как никто не ходит. О, фонарик заработал. Как теперь выйти отсюда? Вот так же, так же, как и пришли. Три минуты. Так, чтоб пропустил. О, обновим противогаз. Теперь он у нас целенький. О, я ещё какой-то допрыгнул. Ух ты. Граната ёж. Главное не попасть, не упасть в эту воду. А ещё и эти тут летают. Кошмарики. Так. Тихонечко пройдём. Вот здесь вот. Так, вот мы и на другую сторону перебрались. Что тут было? Тал. Гал. Галантерея. Гостиница. Ну, Бурбон там всё постреливает. Явно, хотя, может быть, и не он. Не знаю. Так, это какой-то магазин был, судя по всему. Холодильники. Про твишок. Кто-то рычит. Она меня видела или нет? О, паньки. Я словил плохой очко кармы. Похоже. Экран затемнился. Иначе не надо было стрелять. Ну да. Блин. Ой. Да я их вообще не видел. Ну, сюда я точно не совался вообще. Так, вы меня кусать не будете? Нет? Не, они пока не кусаются. Вы это, не думайте меня даже кусать. Всё, я пошёл. Извините. Извините, извините. Ну, блин. О, паньки. А как вы меня услышали? Я же стрелял стихаря. Так, нету здесь больше ничего. Никаких патронов. Нет, всё. А, дверь закрыта. Ясно. Идём дальше. Ой. Драй. Что значит драй? Сухая? Сухо. Типа где-то сухо? Ну, там трупаки какие-то. Ой, фильтр, 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 фильтр. Так. Ну, посмотрим, насколько тут сухо. Давай, летай, улетай отсюда. Ну, какие же вы стрёмные, а? Из чего вы вообще мутировали? Где ты? Обалдеть. Отпусти меня, зараза. Вот сволочь. Мразь какая, а. Да, Бурбон был прав. Увидишь такого урода, мыкайся в любую щель. Эм. Что здесь, тупик? А куда тогда? Э, а куда идти-то? Можно как-то отогнать эту бестию? Страшную. Пошёл вон. Не, ну его нафиг. Вон, сюда. Растяжка. Обезвредим. Заберём гранату. Так. Ещё. Ещё растяжка. Опять какие-то стуки здесь. Так. А у меня фильтров всё того. Похоже, да. Всё. Надо очень-очень поспешать. Воздуха буквально на минуту осталось. Я вооружился по полной. Я отправился на север. Фильтровый ДНХ. Похоже, у них там правда мы с нашими старыми друзьями. Вернусь через пару дней сообщим полковнику и собери наших людей. Удачи. Так, быстрее всё это собираем. Всё, что здесь не приколочено. Записок нет, да? Никаких заметок, ничего. Так, идём. Так, я вроде всё разминировал. Так, здесь обезвредил. Идём дальше. Дайте, пожалуйста, фильтры. Фильтры, 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 фильтры. А фильтров-то и нету. Редкость патроны, но не фильтры. Это печально. Надеюсь, станция уже скоро. Спуск в метро. Так, фильтр на две минуты. Живём. Так, пока что живём. Ой. Так, обезвреживаем. У фильтра хорошо, что заглянул сюда. Четыре минуты. Так, меняем. Ой, блин. Сразу же, вот сразу же. Вот только вот вступил в воду, всё уже. Да, видимо, фани тут не по-детски. Так, патрон. Так. Здесь ничего не найду, да. Пока ничего не вижу. Больше. О, фильтр. Замечательно. Ах ты сволочь. Откуда она вылезла вообще? О, здорово. Молодец. Ты сейчас работа. Почти. Почти пришли. Ещё один двор, оставь. Ещё один хорошо. Это радует, потому что у меня фильтров уже всё. Так, ещё. Так, сколько у меня? Блин, почему показывает две минуты всего? Я же их нашёл уже как минимум штуки четыре. Три или четыре. Хм. Так, куда? Туда? Сейчас, подожди, я огляжусь ещё здесь. О, фильтр. Ключик. Зашибись. А, где такой вот значок? Это... Да, это схрон, получается. О, ещё одна записка. Заметка. То есть, третья, последняя в этой локации. Господи, как же я рад был встретить тут другую живую душу. Пусть это был и Бурбон. Да, и он мне был рад. А ведь мы с ним не друзья, а так, случайные попутчики. И всё же тут на поверхности, понимаешь, один человек должен держаться за другого. Потому что всё остальное, с чем приходится тут встретиться, столкнуться, враждебное, смертельно опасное, чужое. Да, согласен. Вот действительно был рад ему встретить его снова. Этого стрёмного типка. Импровизированный дробовик. А вот и сейф. ножики. не забываем про фильтры. Вроде всё облутали. Как бы там ни было... Не, ещё что-то. Как бы там ни было, надо поторопиться. поторопиться. Сколько ещё идти-то? Вижу. Да не одна. Их тут трое или четверо. Слышу. А где это? Нормально меня зацепили. Лекаемся. Срочно. Да, помню, помню. Нашёл ты, конечно, время для шуточек своих, висельчак. Перезарядка. Да да сколько вас тут. О, спасибо. Он уже готовился на меня прыгнуть. Выручил. Спасибо, братан. Это ещё не всё. Слушай, отходим, отходим. Отходим, отходим. Всё, валим отсюда. Ай! Блин, чуть-чуть не успел. Отпусти меня, зараза. Мразь. Мразь летучая. Давай. Вроде свалили. Жесть. Вот это была знатная битва. что мне в нём уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более, у Бурбона там были друзья. Да уж, метро на самом деле как-то поуютнее было, чем на этом открытом пространстве. Чего здесь столько нету, и опасности с воздуха, и вообще отовсюду. добрались мы наконец-то до Сухаревской. Я так понимаю, спустимся в метро. Ну и тем более, да, вот если у Бурбона там друзья, надеюсь, хорошие друзья, которым он бабла не задолжал. Но это мы уже узнаем в следующей серии. А на этом пока что закончим. Всем спасибо за просмотр. До встречи и пока.